Президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Приморья Андреем Тарасенко. Руководитель края проинформировал главу государства о приоритетах социально-экономического развития региона. И предложения получили поддержку. Подробности из Кремля у Виктории Лобецкой. С момента назначения временно исполняющим обязанности Приморья в октябре прошлого года эта встреча с Владимиром Путиным для Андрея Тарасенко вторая. Внутренние проблемы региона ему уже хорошо известны. Поэтому президент страны попросил руководителя Приморья коснуться самых актуальных проблем региона. Давайте вот в целом об этом поговорим. О том, какие проблемы вы считаете первоочередными отдельно утрасли для вас ключевые, причем для края не чужими. Да, Приморский край хорошо разбирается. Первое, о чем сообщил Андрей Тарасенко, приоритеты в работе. Повысить платежеспособность населения и поднять производство, которое было утеряно. При этом не потерять то, что уже сегодня есть. Конкретный пример – работа Лермонтовского ГОКа возобновлена. Предприятие получило субсидию из краевого бюджета, рабочие модернизировали производство, и теперь у них есть стабильный заказ на добычу вольфрама. В перспективе предстоит довести портовую инфраструктуру до ума и наладить экспорт приморской сельхозпродукции в страны АТР. Можно, конечно, договориться по реализации мяса, растеневоза, который может в Китай, Южную Корею. В Приморье – край рыбацкий. Основной вид деятельности приморцев – рыбодобыча. Андрей Тарасенко сообщил Владимиру Путину, что здесь проблема. Приморские квоты утекают. Крупные компании их скупают на аукционах по распределению объемов вылова рыбы. Приморские рыбаки с такими правилами игры конкурировать не могут и теряют промысел. Основной тормоз развития социальной сферы – нехватка кадров в школах, детсадах и больницах. Андрей Тарасенко проинформировал главу государства, что работу в этом направлении проводит. Студенты-медики проходят летнюю практику в клиниках рядом с домом. Главы территории озадачены поиском вариантов для предоставления съемного жилья молодым сотрудникам. Но проблема требует федерального вмешательства. Поэтому я разговариваю сейчас и с правительством всем, чтобы мне бы хотя бы во всех университетах, институтах, которые давали квоту для Приморского Коя, в бюджете, чтобы приезжали и учились. Озвучивая еще блок проблемных вопросов, Андрей Тарасенко предложил Владимиру Путину ряд конкретных решений. Президент одобрил. В частности, согласился выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты на приобретение квартир, положенных им по закону. Кроме того, поддержал предложение по определению единого поставщика мазута для теплоснабжающих предприятий края обновлению подвижного состава на пригородных железнодорожных маршрутах. Первый из новых поездов должен быть поставлен в Приморье до начала 4-го Восточного экономического форума. Кроме того, по итогам рабочей встречи глава государства дал поручение министру промышленности и торговли Денису Мантурову рассмотреть возможность дополнительного финансирования программы льготного автокредитования для жителей Дальнего Востока.